Не надо ломать машину! Протокол! Подождите, подождите! Протокол, как положено! Вы что творите-то? Где протокол? Вы что в острове? Подожди, подожди! Из машины выходим! Почти мгновенная карма намедленностигла Правдоруба и Среднеуральска. Мужчину в возрасте слегка за 45, который, как нам кажется, неудачно потроллил под видеозапись сотрудников ДПС. А потом жаловался на вывихнутую руку и ночь, проведенную за решеткой в полицейском участке на Уралмаше. Со слов водителя легковушки, при въезде в Екатеринбург со стороны Серовского тракта, его подрезал ДПСный автомобиль с мигалками, но без сирены, отъезжавшей от обочины. Чтобы избежать наезда на патрульный автомобиль, пилот Рено мигнул дальним светом и посигналил гаишникам, после чего резко вильнул влево, перестроившись на соседнюю полосу. После поворота на улицу Павловскую, Николай, назовем так, нашего принципиального героя, был вынужден остановиться, потому что ДПСный экипаж тормознул, и он не мог его объехать. По правой полосе двигались другие автомобили. Что было дальше, попало под прицел его видеорегистратора, а также мобилы в руках сотрудника ДПС. Правда Руб с полчаса дискутировал со старшим лейтенантом полиции по поводу своих прав и свобод. Зачем-то ссылался на 51-ю статью Конституции и долго выяснял, почему у одного из гаишников нет нагрудного знака. И потребовал у силовика показать ему служебное удостоверение. Удостоверившись, что офицер полиции при исполнении, автомобилист вступил в жаркую полемику по поводу световых приборов. В том смысле, какие из них следует считать внешними, а какие наоборот. Хорошо, еще раз говорю, нарушение пользования осветительными приборами. Каким прибором? Вот что я нарушил? Осветительные приборы. Ну что именно? В салоне свет не горит у меня. Что именно я нарушил? Что именно нарушил? У меня в салоне свет не горит? Осветительными приборами. Какие? В салоне тоже осветительные приборы есть. Какое именно? Пользование дальним светом. Он у меня сейчас горит? Итак, документы. Принудительной доставкой в полицию, резкой болью в правой руке, травмпунктом и рентгеном, а также массой прочих неприятностей. Вопрос лишь в том, стоила ли овчинка выделки.